Друзья, добрый день! Меня зовут Наталья Носова, мы с вами в Дарвинском музее. И я, как обычно, отвечаю на ваши вопросы или рассказываю о каких-то необычных животных. И сегодня я с удовольствием расскажу о потрясающих животных, которые называются тихоходками. Их еще называют водяными медведями и даже маховыми поросятами. Но если вы на них посмотрите, то, наверное, поймете почему. Это микроскопические животные. Максимальный их размер достигает двух миллиметров. Это прямо гиганты среди тихоходок, а, как правило, они значительно меньше, где-то около полмиллиметра. Их насчитывается довольно много. Их насчитывается 1300 видов. И они живут прямо рядом с нами. Они живут повсюду во влажной среде. В основном это различные водоемы. Они живут как в пресной, так и в морской воде. Но в пресной воде их живет гораздо больше видов. Они живут на больших достаточно глубинах, больше четырех с половиной тысяч метров. Они живут на больших высотах. Они живут практически везде, начиная от Арктики и заканчивая Антарктидой. Но мы с ними, как правило, не встречаемся по той причине, что они просто очень маленькие. И мы их, к сожалению, не замечаем. Выглядят эти микроскопические животные очень забавно. Они похожи на маленьких толстеньких медвежат. Правда, ножек у них не четыре, как у настоящих медведей, а целых восемь. Тихоходки выделяются в отдельный тип. И они близки к таким типам, как членистоногие и бархатные черви, о которых мы совсем недавно рассказывали. Если вы это видео еще не посмотрели, обязательно посмотрите. У них тело тоже делится на сегменты. У них есть голова, у них есть три сегмента туловища и хвостовой сегмент. На сегментах туловища и на хвостовом сегменте располагаются толстенькие короткие ножки, и каждая ножка снабжена коготками. Коготков может быть разное количество в зависимости от вида, от четырех до восьми. Передвигаются они очень забавной, такой смешной походкой. Ну и, наверное, и внешний вид, и походка, они и дали этим животным такое забавное название. Впервые этих животных описали в 1773 году, и описал их немецкий ученый Иоганн Август Ефраим Гёзе, и он дал им название «маленькие водяные медведи». Но это название, в общем, до сих пор мы используем, но все-таки чаще этих животных называют их охотками, потому что действительно передвигаются они не очень быстро. Их покровы тела часто бывают прозрачными, но могут быть и пигментированными. Они могут иметь различную окраску, бежевую, коричневую, но все-таки очень часто их кутикула не имеет пигмента, и они прозрачные, и через прозрачную кутикулу очень хорошо видно, чем там техоходки сегодня отобедали. Что касается их происхождения и длительности пребывания на земле, то точно сказать это невозможно, потому что находок в палеонтологической летописи не так уж и много. Есть, например, в меловом янтаре находки техоходок, сохранившиеся довольно неплохо, и вот в меловом периоде они уже были точно такие же, как сейчас. То есть очевидно, что они произошли гораздо раньше, и считается, что это произошло более 500 миллионов лет тому назад. То есть техоходки, они живут довольно долго уже на нашей земле, и долгое время они уже существуют, по крайней мере, внешне неизменными, хотя, безусловно, их генетика, их анатомия, физиология могут претерпевать какие-то изменения, но эти изменения несущественны. Как я уже сказала, туловище разделено на сегменты, и на головном сегменте у техоходок могут располагаться глаза. Не у всех видов. У некоторых видов есть глаза, это маленькие-маленькие, очень просто устроенные глазки. Это такие ямки, в центре которых находятся фоторецепторные клетки. То есть, конечно, зрение у техоходок не сказать, что бы очень хорошее. У них есть рот, очень своеобразный. Он такой, как конус или трубка. Рот вооружен острыми стилетами, при помощи которых техоходки прокалывают, например, клетки одорослей или мхов, а также покровы каких-нибудь мелких животных. И вот этой вот жидкой пищей питаются, засасывая ее в рот. Чем же они питаются? Большинство техоходок настоящие вегетарианцы и питаются исключительно пищей растительного происхождения. В некоторых случаях они могут питаться различными мелкими существами, такими, как, например, мелкие нематоды или, например, другие виды техоходок, которые меньше их по размеру. Вокруг рта техоходок располагаются такие выросты, напоминающие бородавки. Скорее всего, эти выросты выполняют какую-то чувствительную функцию, то есть они снабжены рецепторами и при помощи этих рецепторов техоходки могут каким-то образом обнаруживать добычу. Техоходки относятся к линяющим животным и они периодически линяют, каждая техоходка линяет до 12 раз. Линька позволяет техоходке, во-первых, расти, во-вторых, поскольку сбрасывая шкурку, техоходка может увеличиваться в размерах, как и многие другие подобным образом линяющие животные. Кроме того, линька позволяет избавиться, например, от паразитов, которые могут жить на кутикуле техоходки, и это тоже очень удобно. Линяют они так, что сбрасывают кутикулу вместе с передней кишкой и задней кишкой, в том числе они лишаются своих ротовых стилетов и какое-то время, а линька идет в течение пяти или десяти дней, в это время они не способны питаться, потому что стилеты у них должны новые образоваться. Затем стилеты образуются под действием слюных желез, то есть при помощи действий слюных желез происходит постепенное образование новых стилетов, которые позволяют техоходке опять питаться. Интересно, что у техоходок не меняется в течение жизни количество клеток, то есть они появляются из яиц с определенным набором клеток, максимально это 40 тысяч клеток, у некоторых видов количество клеток может быть значительно меньше, и затем в течение жизни это количество остается постоянным, оно не меняется, а рост происходит лишь за счет увеличения размеров клеток. Вот такое вот очень необычное явление. Ну и, конечно, у техоходок есть свои враги, на них могут охотиться и другие техоходки более крупных размеров, на них охотятся также коловратки, нематоды более крупные, а также клещи, пауки и колембулы, то есть им есть кого в этой жизни опасаться. А еще на техоходок охотятся хищные грибы. Это совершенно удивительные организмы, если вы хотите о них узнать, мы обязательно расскажем в следующем видео, а если вы хотите это видео не пропустить, обязательно подписывайтесь на наш канал. Пожалуй, самое известное качество техоходок, именно благодаря этому качеству техоходки стали таким популярным животным лабораторным, является их невероятная живучесть. Техоходки способны переживать крайне экстремальные условия существования, но при этом их нельзя назвать экстремофилами. Все-таки эти условия для них ненормальны, они не приспособлены к нормальному существованию в этих условиях. Они могут переносить температуры, начиная от абсолютного нуля и заканчивая температурой, которая даже может превышать температуру кипения воды. Они способны переносить очень высокое давление, но благодаря этому они, например, могут находиться на большой глубине, на глубине больше 4,5 километров. И там мы знаем, что существует очень значительное давление воды. Кроме того, они могут переносить невероятные совершенно дозы радиационного облучения. Они могут переносить дозу облучения больше 500 тысяч бар, в то время как для человека, например, доза в 500 бар является смертельной. То есть устойчивость к таким неблагоприятным условиям у них совершенно небывалые. В случае наступления неблагоприятных условий тихоходки могут терять много воды, при этом они внешне выглядят как будто они высохли и кажется, что животное уже точно не сможет дальше жить. Но это не так. Это явление называется ангидробиоз. Тихоходки теряют очень много влаги, они ссыхаются, они поджимают свои конечности, голову и превращаются в такой высохший сморщенный шарик. При этом их обмен веществ, представьте себе, снижается и составляет всего на всего одну сотую от нормального уровня обмена веществ, от нормальной скорости. И в таком состоянии они могут находиться до 30 лет. Затем же, если условия изменятся и условия станут благоприятными, ну прежде всего это касается конечно влаги, то тихоходка опять набирает влагу и продолжает жить. Продолжительность жизни, кстати, у тихоходок не сказать, что очень большая. Если выкинуть из жизни все периоды, когда она находится в состоянии очень низкого метаболизма, например, в состоянии ангидробиоза, то продолжительность жизни составляет, как правило, не более двух лет. И, кроме того, проводились эксперименты, когда тихоходки попадали в вакуум открытого космоса и после этого тоже выживали, даже несмотря на такие условия, в которых трудно себе представить, например, выживание человека. После нахождения в открытом космосе тихоходок возвращали на Землю и большинство тихоходок не только выживали, но еще и размножались. Что касается размножения, то они размножаются при помощи яиц. Большинство видов двуполые, у них есть самцы и самки. Самки производят яйца, ну, примерно до 30 штук. И очень интересно, что многие виды тихоходок эти яйца носят в своей перелинявшей шкурке. Ну, представьте себе, ползет тихоходка, а за ней волочится старая шкурка, как такой мешок Деда Мороза, в котором сложены яйца. И там происходит развитие будущих маленьких тихоходок. Выглядит это достаточно забавно. Если вы хотите встретиться с тихоходками, то вы можете пойти в лес, взять кусочек, но положите его на какое-то время в воду и затем эту воду посмотреть под микроскопом. Не нужен микроскоп с каким-нибудь супер увеличением. Все-таки животные, хоть и микроскопические, но, как правило, даже в обычный световой микроскоп их можно хорошо разглядеть. И вы получите массу удовольствия, наблюдая за тем, как двигаются эти милые существа. Может быть, у вас не получится с первого раза, но со второго, с десятого обязательно вам удастся это животное увидеть и насладиться созерцанием такого необычного создания. Ну что ж, друзья, поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Желаю вам всего самого доброго, самого замечательного в Новом Году, новых успехов, новых достижений, новых интересных событий и открытий. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, ставьте нам лайки, если вам понравилось видео. И приходите в музей, мы всегда очень рады вас видеть. И всем хорошего дня, пока! Они крайне живучие, крайне живучие, то есть это самые живучие, наверное, существа, которые, наверное, даже если все на земле погибнет, они продолжат себе... Род снабжен острыми достаточно скелетами... Скелетами! Скелетами! Род снабжен! Род снабжен! Род снабжен! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова